Книга «Открытым оком». Тема «Дети. Лагерь. Стан». Том 2. Вопрос 720. «Считается ли грехом оставить ребёнка, ведь его потом кто-нибудь усыновит?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это явление не ново. Как говорится в житии Климента Анкирского, жившего в Галатии, «Язычники выбрасывали своих детей при дорогах во время Великого Голода, чтобы кто-нибудь подобрал их. Подобрал их Климент, кормил их и приводил к окрещению». Слово Божие указывает на привязанность матери к ребёнку, как самую наивысшую и тем более грудному. Исаии 49, глава 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя». Предполагается, что такое может случиться, и очевидно, что это было нечастое явление. Кукушек в природе всё-таки меньше, чем простых птиц. Есть заповедь чтить отца и мать, потому что связи подрастающих с родителями ослабевают. Страсти юности все силы бросают на поиски удовольствий. Но нет заповеди, указывающей любить дитя и не оставлять его. Настолько сильна эта связь, и не требуется на это никакого указания. Оставить дитя – это и вопреки природе. Феодора Цареградска воспитывает чужое дитя за оградой монастыря. Люди хотят, чтобы добрые дела были известны. Сразу же, здесь же, всё закутывается в тайну. Подкинуть, подложить, скрыться. Почему? 1 Иоанна, 3 глава, 20 стих. 2 Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает всё. Значит, оставлять дитя и грешно, и будет большое сожаление уже в этой жизни. Как правило, такие матери позже стараются найти своё дитя и тайно наблюдать за ним. Субтитры создавал DimaTorzok